Что касается финансирования оппозиции, Славкова вменяет сейчас это в вину, но я не думаю, что он знал об этом, может, тем более сознательно это делал. Всю жизнь он как раз-таки боролся с этой оппозицией, и оппозиция его ненавидит, пока, тем не менее, ненавидела до отставки больше, чем кого бы то ни было. То, что он, скажем так, проморгал и как куарат Осколкова не увидел тех механизмов, которые были запущены и те деньги, которые поступали в оппозиционный лагерь, это может быть. Но, скорее всего, это была просто добавка к тем внутренним мотивам, которые у него уже сложились, и он давно хотел уйти в отставку. Изменится ли что-нибудь? Но правительство окончательно теряет, скажем, политические признаки. Это чисто технический орган по управлению, причем не самый эффективный. Славков по своей силе, по своей фигуре, по масштабам своей личности, он мог создать на базе правительства некую политическую силу. Сейчас я не вижу фигуру в правительстве, кто бы мог это сделать.